Приключений в жизни было много Достаточно весело жил Вот он знает одну улицу, по которой он живет Вторую, где он трудится И третья улица, по которой он на уикенд выезжает Два мужика стояли, целуются в засос И я плюнул на них Я говорю, что если я сюда детей привезу Здесь они вырастут, я их потерял Очень сильно изменился после Хаджа Я отказался от всех неправильных вещей Вообще, где есть любые ценности Народ живет достойный Вот таких человеческих отношений нет ни в одной стране Поэтому надо дорожить тем, что мы имеем Без патриотизма, это может быть затасканные слова Но нормальной страны не будет Магомедов, Магомед Шарпудинович Пытались мне в России как-то мишей, кем-то переименовать Но я на это никогда не соглашался Потому что имя нашего пророка Мы не можем себе позволить коверкать имя Я всегда требую, чтобы имя было произносяно полностью Отчество не требуется, но имя оно должно быть Правильно произнесено Вот вы из здешних мест, но вы много где побывали Не только в России, но и в мире И у меня сразу такой первый вопрос А правда ли так хорошо или так плохо живется в Америке? Как нам рассказывают те или иные люди Там интересно будет две недели максимум Вот посмотреть интересные места, природу, где-то что-то посмотреть Жить там неинтересно абсолютно По сравнению с Россией очень большой контраст Я жил в России, причем в центральной России я жил И в деревне, в селе я жил в центральной России Поскольку я по образованию ветврач После института поехал работать Народ в центральной России По сравнению с теми же американцами Мы так будем поднимать чуть-чуть, как они? Не дай бог В смысле материального, конечно, они живут хорошо То есть я не скажу, что там В смысле материального достатка Никаких проблем там нет Даже по слове безработицы Там очень высокие люди живут в достатке Но сказать, что это люди высокоморальные Или блещут какими-то знаниями Или им жить интересно Я бы не хотел так жить Я бы жил лучше в нищете, но здесь Потому что есть люди, с кем пообщаться Если на улице стояли два человека Вот стоят просто перед супермаркетом В любом месте, если на улице стоят два человека Мы смело подходили всеми начальниками по-русски говорить Потому что кроме наших На улице никто не общается между собой Ты не можешь к соседу постучать Как у нас привычно Спички попросить, соль попросить Сразу вызывает полицейского То есть американский потребитель Это человек, который вот Ну, чтобы наглядно человеку было понятно Вот на улице идет человек Ты подходишь и спрашиваешь А как пройти на какую-то улицу? У нас всегда остановится, вежливо ответит Объясняет там, куда пройти, как А там спросишь, он на тебя смотрит Как на идиота Вот начинает себя идиотом чувствовать Он в глазах у него вопрос А почему я должен об этом знать? Он не знает соседнюю улицу Этот человек Вот он знает одну улицу, по которой он живет Вторую, где он трудится И третья улица, по которой он на уикенд выезжает Единственное, у кого можно там спросить Как пройти или где что найти Это у полицейского Его надо искать Его тоже там на улице просто не ходят они Ты попробуй американца спросить Как у него дела Он обратится в полицию Там же How do you do Известное приветствие Нету этого Это ерунда Если ты спросишь у него Как у тебя дела Как дома Он вызывает полицейского Спрашивает Он меня хочет ограбить Почему он интересуется тем, что у меня дома Ну а как вы считаете Люди там вообще счастливы? Если счастливы, что для них там счастье? Тяжело судить Конечно, везде одинаковых людей не бывает Там тоже встречаются разные люди Разным менталитетом И вот с разными интересами То есть критериями для счастья Но я говорю о общем впечатлении А в целом Для меня, как я увидел Основным критерием счастья для них является материальное благополучие Поскольку взаимоотношений между людьми Коллективы даже Они Их нету Ты не можешь подшутить над коллегой Ты можешь там ушибнуть Что-то такое бывает Наши хохмы Там подшутить Что-то такое Абсолютное непонимание этого Они на тебя Иногда я себя идиотом чувствовал Когда я пытался с ними пошутить С людьми, которые целый день бывали с нами Вот вы говорите, что в принципе работать С американцами можно, да? С людьми Они хорошо относятся к работе И вы туда приехали именно работать Но почему вы там не остались? Вот именно из-за того, что мне не хотелось свою жизнь тратить ради какой-то заработной платы Если мне не интересно, сама жизнь там То есть я не хотел туда вывезти семью А семью здесь оставить, там жить тоже никакого смысла Я в принципе не захотел, чтобы мои дети выросли вот этими овощами Которых ничего больше не волнует, кроме как материальное благосостояние Мне нужны... У нас привычка, что мы за братьев, за родителей, за детей Брат, за брата Мы как бы держимся за свою семью У нас есть... Для нас, допустим, деньги Для меня лично Деньги никогда не являлись никаким приоритетом По тем временам 6 тысяч долларов, которые мне предлагали за эту работу Это были бешеные деньги Я за 3 тысячи долларов мог в Махачкале квартиру купить Это были очень большие деньги Большинство бы на это пошли И я не захотел, потому что я тогда сказал, что я не ворона 300 лет жить не буду А свою короткую жизнь тратить здесь вот ради этих денег Без интереса к жизни мне неинтересно Отношение наших людей к работе в корне отличается от отношения людей к работе в Европе и в Америке Потому что там человек понимает, что если он эту работу потеряет То у него возникает очень много проблем социальных То есть там человек живет в кредит Вот человек женится Устроился на работу Он сразу берет дом Он за него платит 20-30 лет Часть заработной платы В доме мебель Полностью человек начинает жить в кредит И не дай бог, если он работу теряет Вот все, что он приобрел Начинает платежи зависать И человек очень много теряет Поэтому у них такое отношение к этим деньгам, к этому материальному благополучию И самое основное для них это материальная сторона Нет общения, не с кем говорить Хорошо, ты как робот пришел на работу, отработал день А дальше что? И вот единственный там интересный момент Мы поехали в Вашингтон, выходные Там все ездят на арабов посмотреть Вот есть между Капитолием и историческим Капитолием и Белый дом Вот площадь, там есть исторический Там по воскресеньям приезжают арабы Зачем? Идет один на лимюзин Один араб впереди идет И за ним там у него 3-4 жены И куча детей И они идут в парке Муж садится Женщин вокруг, дети Играют там В общем, это как в музей Люди ходили посмотреть на арабов Которые, имея несколько жен и кучу детей Жили гармонично Мы специально поехали из Балтимора в Вашингтон Чтобы на этих арабов посмотреть Потому что для нас тоже это в диковинку было Когда я от Америки отказался Мне предложили любой выбор Можно было в Лондон, можно было в Испании, Англии, Франции Я выбрал Испанию, Каталонию выбрал Потому что это такие же горцы, как и мы Мы когда приехали в Каталонию Зашли Переводчица была из Осетии Танцевала в Визгинке Ансамбле Визгинке танцевала в Осетии Она переехала в Израиль В Израиле ей не понравилось Она перебралась в Каталонию Была переводчицей И вот между испанцами Ну вот с испанцами на русский Переводила она С нами везде на встречах На переговорах присутствовала И я ее пригласил там На, ну молодой был, да, на дискотеку Посмотреть хотел, как люди отдыхают Поскольку я собрался переезжать жить Думал, ну посмотри еще и эту сторону жизни Пришли в ночной этот ресторан И там испанцы веселятся Там музыка испанская такая, темповая Они так энергично танцуют И она говорит, я танцевала в Визгинке А в ансамбле танцевала А вы не сможете со мной станцевать? Испанцам понравится Я говорю, почему нет? Давайте выйдем, станцуем Мы вышли, начали танцевать Это сначала они не поняли Начали как-то вот это самое А потом встали в круг, окружили И нас оттуда до утра не отпустили Им очень сильно понравилась лезгинка Начали учиться от нас Там накрыли нам стол Все, в общем, мы оттуда Утром 8 часов В 9-м часу только ушли с этого кабака Ну, лезгинка же не просто движение Это осанка, энергетика, да? Да, да, да То есть она похожа на испанский танец По характеру, по экспрессии По динамике Они очень похожи на нас И вам это очень понравилось И вы прям захотите Да, я захотел Я увидел там родственные души Я говорю, вот здесь я буду жить А потом, когда... Случилось? Случилось, да То есть... Ну, вот это мораль Как-то дагестанец шел по улице И на перекрестке Средь бела дня Два мужика стояли Целуются в засос И я плюнул на них Я говорю, что... Меня удивил, во-первых, реакции переводчицы Он говорит, вы что себе позволяете Вот Я говорю, что ты же отсюда От нас, с Кавказа Ну и что? Здесь так не положено Они же не вас целуют Для меня был полный шок Это даже то, что она За короткое время Уже вот настолько перевоспиталась И она это воспринимает Как нормальная вещь Вот Как будто это приемлемо А как... Пришли полицейские А вот они Да До полицейских Народ Они считали такое вообще Эти два человека Они вообще это посчитали Что я идиот какой-то Они нормальные, а я идиот Полицейские подошли Меня оттащили Начинают Вы почему себе позволяете Туда-сюда Я говорю, слушайте, вы посмотрите Что они делают Они говорят, ну и что? А что они делают? Для меня это был шок Я сразу отказался от Испании Я говорю, если я сюда детей привезу Здесь они вырастут Я их, считай, потерял Я их никогда в жизни Не смогу адаптировать уже Сюда, к нашей жизни Поэтому Только из-за детей И меня-то никто бы там Уже не перевоспитал А дети бы выросли С этими понятиями Что это все нормально Сейчас в наше время Из Москвы Какое можно встретить? Вот, к сожалению Мне очень нравился Лужков Вот Из-за того, что он говорил Пока я живой В Москве гей-парадов не будет Это навязываемая культура нам И В России я уверен Что По крайней мере В центральной России Вот там, где живет Коренное население Там в селах В районах Ни один человек Никогда не посчитает Что это нормально Началось это с Америки Вот именно для того, чтобы У людей забрать все ценности Национальные ценности Семейные ценности Создать вот такого же потребителя Который есть в Америке И в Европе Они создают общество Людей-потребителей У которых Нет никаких моральных ценностей Нет семейных ценностей Для которых ничего не свято Кроме Вот денег Которые они могут За что-то заработать И кайфануть Вот это есть чистое общество Потребителей Им управлять легко У них нет никаких претензий Никаких политических интересов То есть это скот Три месяца там пробыл И я говорю Все, я не могу А потом начали мне Давай в Англию Я говорю Везде это одно и то же Я еду домой Никуда не еду Я говорю Все Я с России С Орловской области Деревни уехал Пока дети в школу не пошли Чтобы их здесь С нашей моралью Поднять воспитать А поехать С вашими исконными ценностями Да Парахта в принципе Везде должна подниматься Ценности разные Традиции разные Поэтому Все равно Человек формируется В детском возрасте В малом возрасте Его вырастет Где-нибудь в другом месте А потом пытаться Переделать Под другие моральные ценности Это нереально Поэтому О детях нужно думать заранее А из арабских стран Я был в Хадж Я отсюда на автобусе Поехал в Хадж То есть проехал По всем территориям Начиная Азербайджан Иран Турция Иордания Саудовская Аравия Все эти страны Мы проехали Причем не так летом А останавливались И в мечетях останавливались И Ну Сейчас к сожалению Не поедешь Там уже война идет В Сирии Вот и через Сирию Проезжали мы В Сирии мы Автобусу двигатель меняли У нас заклинил двигатель Автобус местный Местный наш автобус Мерседес был автобус Мы в Дамасске Купили двигатель Поменяли Двигатель Нашему автобусу Там 4 дня Торчали в Дамасске Пока меняли двигатель То есть Приключений в жизни было много Мы ехали туда 5 суток Отсюда А обратно ехали 15 суток Из-за этих поломок Из-за этих Всяких ситуаций Дело в том Что Внутреннее состояние Человека Меняется Я например Очень сильно изменился После хаджа Достаточно весело Жил Я отказался От всех Неправильных вещей Которые В моей жизни были Я смог После этого Сына вылечить Которого Десять лет Лечеб не мог вылечить Я считаю Что Сувишний Меня Направил На нужное Русло И мне удалось Вылечить сына Которому В принципе Все говорили Что бесполезно Уже никто не поможет Там Это Останется как овощ Ну Теперь этот парень Закончил университет Занимается боями Без правил Серьезно? Женился То есть Работает Говорили Что останется как овощ Да Человек был Который Даже Писать уже разучился Все восстановилось Все С помощью Всевышнего Я считаю Что это для меня Серьезный урок А я его начинал Лечить Начинал С Института мозга В Питере Куда только Не водил Я людей Привозил Из Иордании Из Омана Откуда только Всяких Великих Специалистов Вот в тот же год Как мы в Хаджи пошли Мы нашли врача В Ростове Ничего Сверхеестественного Не В Ростове Да Да Женщину нашли Кандидат Наук Именно По этой болезни И она его Вытащила Из этого состояния Мне бы очень не хотелось Чтобы наше общество Превотелось В подобие Тех обществ Где я побывал Где человека Вообще не волнует Ничего общественного Ничего Лично его не касающегося Я хочу Чтобы все-таки Наши люди Друг к другу Относились Так же Хотя бы Вот на этом уровне На котором мы Сегодня находимся Чтобы каждая Национальная республика Сохраняла Свой менталитет Свою культуру Свою самобытность Не нужно всем превращаться В один Вот как нас хотели Назвать Советский народ Советское общество Да Мы в целом Советский народ Были Но при этом Нам нельзя терять Свою самобытность Не может Человеку Допустим Чивущему в Сибири Или живущему В Махачкале Абсолютно Одинаковые вещи Там подойти То есть У каждого Есть свои Приоритеты Благодетели Одни и те же Но у каждого Народа Они развитые По-своему Вообще Где есть любые ценности Народ живет достойно Плохо Когда нет никаких ценностей Когда все разрешено Все дозволено Когда идет пьянка Когда вот Считается Что молодым людям Уже там В школьном возрасте Допустимо И пивка попить И водочки попить Беленького Там Я говорю уже терминами Той России Где я жил Да Это воспринималось Именно нормально Вот Отсутствие Каких-то Ограничений И критерий Которые нельзя Переходить Да Вот В каждом возрасте Если Сын мой позволит Примене там Допустим Выпить Или закурить И я на это Не обращаю внимания Это уже Деградация Начинается Поэтому Поэтому я Очень хотел Чтобы Чтобы в нашем Обществе Сохранялись Моральные ценности Наших предков Соотечественникам Россиянам И с высоты Своего опыта Хочу пожелать Чтобы Дорожили Своими Традициями Своей красотой Вот Своей природой Вот Где вы находитесь Вокруг Оленитесь Не нужно ехать Там Ни в Америку Ни в Испанию Никуда Вся какая красота Она вокруг нас Ее надо Облагораживать Ее надо Приводить в порядок И им надо Гордиться И пользоваться Я Честно говоря Не хотел бы Ни в одной Другой стране жить Мне нравится Наша страна Со всеми Ее плюсами Минусами Со всеми Этими Вот таких Человеческих Отношений Нету Ни в одной Стране Поэтому Надо дорожить Тем Что мы Мы имеем Не говоришь Что мы Самые плохие Вот в Европе Как живет То есть Надо дорожить Своей страной Надо любить Свою родину Без патриотизма Это может быть Затасканные слова Но нормальной Страны не будет Конечно Патриотизм Он опознается В беде Да Вот когда Кто-то нападает Что-то страшное Случается В этом случае Многие народы Объединяются Неужели нам Нужна какая-то Беда Чтобы мы Начали нормально жить Начали друг друга Понимать Поддерживать Поэтому Я бы хотел Чтобы безо всяких Проблем Безо всякой беды Наши люди Начали уважать Себя в первую очередь И своих окружающих И всех Вот Людей В стране Где мы живем Если мы Не будем Себя уважать Как страну И как народ А кто будет Нас уважать Кому они нужны Человек Который себя не уважает Он не может Претендовать на то Что его кто-то другой Будет уважать Поэтому Относитесь К себя С достоинством Тогда К вам будет Относиться С уважением Вся окружающая И весь мир Тоже Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok